Я хочу продлить навечно это чудо, ни о чём другом просить тюльпу не буду. Это самое заветное желание, как же без тебя она желая. Я, наконец-таки, мы сегодня выбрались погулять в центр, не были уже здесь на протяжении довольно-таки длительного времени. Всё время не хватает времени, извините меня за тавтологию. В общем, сегодня мы его нашли, и давайте посмотрим, чем живёт Москва, чем живёт центр. Ну, знаете, в основном в центре, вот кто москвичи, поддержите меня или опровергните это, мне кажется, гуляют приезжие, гости столицы, потому что москвичи устают за то время, пока работают в течение недели. И не все, если тут кто-то рядом не живёт, любят выезжать. Елок ещё немного, я думаю, что к Новому году, конечно же, будет гораздо больше. А сейчас, видимо, совсем чуть-чуть, да? Вот так вот. Выставка, чтобы чуть-чуть праздник уже через какао-ку попрыгать, видите? Девушка прыгает. Я помню, как-то хотела попрыгать, помнишь, у меня нога подвернулась? Да нет, с пяточной шпорой нежелательно прыгать через какао-ку. А девушка прям, смотри, спортсменка. Есть на что посмотреть. Молодец, молодец. Два. И я хочу сказать, что, вот знаете, для Москвы вот эта вот погода, она очень характерна. Вот сколько раз я вам рассказывала, когда поднимаешься чуть-чуть выше на самолёте, да? Чуть-чуть выше облаков, и сразу же голубое небо. Что такое ощущение, когда вот наверху уже на всё это смотришь, что здесь вот как заколдованный город какой-то. Чуть выше, и всё, небо голубое. А здесь постоянно тучи. Очень редкие такие выпадают дни, когда небо голубое и без тучи. С чем это связано, я не знаю. Сцена стоит на Красной площади. Кстати, кто меня спрашивал про Новый год, я ни разу не отмечала Новый год на площади. И поэтому не знала, что оказывается действительно на Новый год не все могут попасть, праздновать его на площади. Потому что желающих оказывается слишком много, и там нужно как-то заранее получать пригласительные билеты, там где-то регистрироваться. Я смотрела, в общем, точно я не узнавала. Здесь, знаете, проблема на Красной площади найти место, где можно сфотографироваться, и чтобы кто-то не попал тебе в кадр. Потому что, как видите, людей здесь очень много. И в любом случае, кто-то в кадр к вам допопадет. Ну что, дорогие друзья, провели мы с Оксаной эфир. Пойдем, нам надо в подземный переход перейти, чтобы перейти на другую сторону. Хотели мы ехать до чистых прудов на метро, а потом подумали, такая замечательная погода, почему бы нам не пойти, не прогуляться. Пройти все это пешком. Аппетит, так сказать, нагулять. По поводу шоу у разных, видите, будет Илья Авербух, волшебник страны ОС. Пойдем с тобой? 27-29 декабря. Вот можно с Ваней, кстати, сходить. Как шпионы. В общем, здесь такой старинный дом. Ни разу не были мы в старинном доме в подъезде. Видели, только в Москву слезам не верят. Муравьевые такие старинные дома. Кстати, я хочу посмотреть дом на Китай-городе. Вот мы зашли в подъезд. Смотрите, какие здесь оригинальные подъезды, да? Люстры. Вот сейчас люди тоже зашли походу в замку. Знаешь, тут еще такая фишка, что ты без него не выйдешь. Не, а дверь, кстати, такая мощная. Интересная, я бы вообще походила. И не железная? Не железная, деревянная. Деревянная, ага. Домофон. Не, ну, здесь, наверное, такие окна большие. Смотри, какие окна. Я имею в виду, потолки, наверное, большие. В потолке, может быть, окна нет. Слушай, а может быть, здесь нельзя окна менять, как ты думаешь? Или можно? Я знаю, что вот где-то есть, но у нас, наверное, нет таких законов, что если это какой-нибудь памятник архитектуры, то есть, что ты не имеешь права понимать. И смотри, как красивый дом сделан с лепниной. Мне так нравятся дома с лепниной, да? Да. Какие-то там нарисованные, ну, в смысле, не нарисованные. Даже не знаю, как это сказать. Мне говорят, вы беретесь комментировать и не знаете, как. Но я не знаю, как вставка такая вот из гипсовых фигур на доме. Очень красивое здание, что там интересное. В общем, мы еще не дошли до нашего Беверли-Хиллс, нашли вот такую кулинарную лавку. Здесь, видите, в Москве, конечно, места знать нужно, куда заходить. Здесь вроде тут центр, а людей немного. И можно тоже очень аппетитно перекусить. Вечерки с курицей, такое все аппетитненькое. И своя, вот видите, кондитерская. Штрудили какие. Сейчас я с ним в Беверли-Хиллс не понравится, то можно вернуться сюда. Вацлавский, я уже сто лет не ела в обед. Профитроли. В общем, уберите это от меня подальше. Пока я все не съела. Вот как раз-таки напротив вот этого красивого дома, который я вам показывала-то, с лепниной, вот эта вот кондитерская находится в центре, на чистых прудах. Это у нас Милютинский переулок, 19-4. А там уже стоит Оксана. Поверните налево. И нам нужно повернуть налево, и там будет ресторан Беверли-Хиллс. А мы с вами сейчас находимся на метро. Чистые пруды здесь рядышком. Так что мы абсолютно спокойно, пешочком с охотного ряда с Оксаной дошли сюда. Хотели ехать на метро. Сколько для себя новых открытий сделали, да? Здесь говорят, такая недвижимость дорогая. Я вот иду, кстати, на это вот смотри. Это же парадный подъезд, да? Это же живой дом, я так понимаю. Да, но мы сейчас заходили, подъезд какой огромный. Какие, посмотри, у них потолки там метра три с лишним, наверное. Мне так интересно, чтобы там в гости кутили. Ой, я думаю, что у нас таких зрителей нет, кто здесь живет в центре, потому что здесь жилье, я так думаю, начиная, наверное, от миллионов двадцати стоит. Не, мне кажется, больше нет. Может быть, больше. Я даже не знаю. У них есть сквозные подъезды, во двор еще вокруг. Да. Ну, у них там внутри во дворе, я видела, есть пространство, что можно... Ну, посмотри, какая квартира, она огромная. Окно только какое огромное. А уж сама квартира, я даже не представляю габарит квартиры. Ну, они все давным-давно скуплены. Вот, наверное, вот эти вот, допустим, особняки. Как ты думаешь, что там какой-нибудь этаж одной, допустим, семье принадлежит? Ну, у вас же приезжал отдых. Вон, смотри, допустим, одинаковые абсолютно кондиционеры. Значит, это, наверное, вот одно помещение одному хозяину. Конечно, выкупают люди богатые этажи и подъезды. А где, ты говоришь, ресторан Беверли-Хиллз? Где? Отель, написано. А, Беверли-Хиллз, да, вот, ребят. Вот таким вот образом выглядит ресторанчик Беверли-Хиллз. Я его увидела, еще раз говорю, на фотографии Оксани, ближайшей подруги. Она, когда приезжает в Москву, приезжает с севера, она здесь за то время, пока находится, непродолжительно успевает обойти все. А мы, живя здесь, никогда не можем найти время, чтобы куда-то выбраться. Семена была съездить в Рязанскую область на родину Есенина. И вот в этот раз у нас не получилось, я думаю, следующий визит, она будет обязательно съездить. Она, правда, она вообще уучитель русской литературы. Да, и поэтому очень интересная вот история какая-то. Она вообще жадная до всего. Вот. Ей хочется, она видит столько, сколько мы здесь за всю жизнь еще люди были. Живя здесь. Но так всегда, когда люди приедут, как мы с тобой по Крыму, допустим, галопом по Европе, мы в один парк, а в другой, понимаешь. А люди сидят и работают, им некогда все это смотреть. Ну вот сегодня, благодаря выходному, мы вместе с вами посмотрим, что и как встречает нас. Ага, Мерлин Монро встречает нас, этого ресторанчика. Ваше место назначения находится справа. Вот спасибо тебе, навигатор. Да, мы пришли по навигатору, а так вот имейте в виду, что здесь находится рядышком отель. Это, наверное, такие, знаете, маленькие отели, где совсем немного номеров, но апарт. Да, апарт-отель Наумов. Имейте в виду, что очень хорошее месторасположение. Номера обычно в таких отелях очень маленькие, но там уютно, но там уютно. И здесь же находится, вот он, ресторанчик Беверли Хельс. Давайте зайдем с вами, посмотрим, есть ли там место, можно ли туда попасть. Здесь, конечно же, играет своеобразная музыка. скелет встречает на входе. Это что такое в мешке? Есть место или нет? Куда она, девушка, где-то? А, тут все заполнено. Сироп можно добавить здесь. А, ну здесь, смотрите, как многолюбно. Можно вот так вот за барной стойкой покушать. Но антураж очень симпатичный. Плюс вчера же был этот, это же Хэллоуин. Может быть, здесь вы еще до сих пор празднуете? Такие какие-то аппараты здесь. Что это такое интересное? Смотрите, какой антураж. Собаки. В общем, идеальное место для фото. Но вот кондитерская, которую мы заходили ранее, мне понравилась больше. Так, можно здесь заказать, видимо, какой-то банкет. Здесь море разных статуэток. Ага, как старые телевизоры сделаны. А это что такое? Музыку, видимо, можно заказать. В Америке же стояли такие, эти автоматы, где можно было музыку заказать. Так, Оксану вижу, где она раздевается. Где-то у нас столик на двоих. А нам не маловат столик? Столик нам не маловат, смотрите, дети носится. Столик нам не маловат? Атмосфера красивая. Давайте посмотрим, какое здесь меню. Меню здесь интересное. Интересное чем? Здесь, видите, напитки и чей напиток из звезд это любимый. Марлен Дитров, например, любила коньяк, ликер, черная смородина, сливки, гренадин. Или это еще и плюс, наверное, название коктейлей. И сколько стоит. Одри Хёпберн. Моя любимая актриса, мне очень нравится. Водка, дынный ликер, сок персиковый. Но вот водку не люблю, к сожалению. Вивьен Ли, Лайза Миннелли, гристое вино, персиковый ликер. 360 рублей, 110 миллилитров. Гигантские коктейли. 1500 рублей гигантский коктейль стоит. Текила, ликер, черная смородина. Это 1000 миллилитров. Коктейли, миксы, кровавая мэри. Ну, такое прям вот интересное меню. Глинтвейн. Глинтвейн я очень люблю. Смотрите, русский глинтвейн. Водка, морсь, сироп малиновый, клюква. Имбирный заряд. Красное сухое вино. Горячий шоколад с ромом. Ром, капитан, морган, белый, топпинг, шоколад, молоко, взбитые сливки. Ну, вот мне ближе все-таки обычный классический глинтвейн. Единственное, что я бы не хотела, чтобы туда мед добавляли. Безалкогольные коктейли. Смотрите, здесь какая большая карта этих напитков. Очень много напитков разных. Всегда, наверное, в основном за напитками заходят. И меню. Ты что хочешь поесть? Не знаешь судьбы. Беверли-Хиллс Даймер. В Америку без визы. Гостеприим на свои двери для гостей в 2007 году. Вот это старинный ресторан, что-то есть. Единственный в Москве. Представляешь, это все было доставлено из Голливуда. Все, что здесь находится, все было доставлено из Голливуда, кроме вот этих детей, которые носятся туда-сюда. Очень плачь, получается, такой, чтобы мы в Ереване были, кавказская пленница, да, там все это с финальной, ну, как бы с кинофильма. Ну, только там, конечно, мне кажется, покруче. А здесь все вот такое. Ну, он здесь, я что хочу сказать? Места мало. Места мало, да. Здесь очень мало места. Он очень уютный, но, знаешь, может быть сюда, если в будний день поехать, то здесь будет здорово. Ну, да, очень уютный. Давай. Фрик-шоу-бургер. Никогда не видели ничего подобного. Четыре сочные говяжьи котлеты ручной работы. 1490 рублей вот такой огромный бургер стоит. Единственное, что только кто сможет его съесть, он такой большой. Я, наверное, вот это буду. Достойство овочной сыпи. А, слушай, ну здесь в основном бургеры, что ли, я не пойму, или нет? Так, сэндвичи здесь еще есть. Интересно, среднее время ожидания здесь какое-то. Гаранира. Густой сливочный суп, с рыбами филе, мидии, филе кальмаров, картофель, сельдерей. Подается в хлебной тарелке. Даже есть вегетарианские блюда. Ну, у вас и классно. 590 рублей стоит. Сейчас посмотрим. Ну, в общем, я вам так вот меню пролистала. Смотрите, это для детей. Приглашаете сюда много-много детей. И порцию берете одну на всех. Микс. 40 шариков мороженого, шоколадного, ванильного. 3500. Ну, кстати, немного. Вот, допустим, ты пятерых детей сюда, или десятерых детей. 3500. Отличное редро сладкость. Если мы определились, то стоит вот такой вот вызов официанта. Видите? Причем официантка на роликах нарисована. Как-то немножко пройтись, показать вам, как здесь что сделано. Видите, как с заправки что-то такое. Очень симпатичное. О, кстати, пока мы здесь сидели с Оксаной, выбирали блюда, уже половина людей ушло. А у нас вот такие вот индивидуальные историки для двоих. А здесь-то все сделано как в паутине. Где сели с Оксаной, выбрали другое место дислокации, рядом с окошком и столик здесь побольше. Здесь вот такие вот для антуража бобины. В общем, сделали заказ, сейчас нам все принесут. Ты можешь сказать, вот тебе здесь нравится, или ты ожидала чего-то другого? На картинках было одно, а здесь другое. Ну, почему? Если кто любит бургеры, котлеты, здесь идеальное место. В принципе, и цены нормальные порции большие. Но здесь так я поняла, что это такая бургерная, знаете. То есть бургерная, да. И много очень, выбор большой напитков. То есть коктейли разные, пиво, я смотрю, что молодежь сидит. И бургеров огромный-огромный выбор. По типу, как этот, Тимати. Тимати-то был. Здесь интересная, да, атмосфера. Ну, вот для возрастной публики, допустим, для нас, нам, конечно, поспокойнее что-нибудь нужно уже. Да нет, не только спокойнее. Ну, здесь шум, гам, тарарам, как будто ты в Макдональдс пришел. Здесь красиво, но очень-очень много людей. Порции. Тарелка здесь большая, как в Турции. Порция меньше. Нет, ну, я считаю, что мне-то достаточно для того, чтобы наесться. Значит, смотрите. Вот это мексиканский ужин. Стоит он 690 рублей. Здесь лепешка тако. Вот такая вот она хрустящая. А, не-не-не, тако, наверное, это вот это. Потому что там что-то было. Буррито с курицей, это вот это, да? Нет. А, ну, наверное, буррито с курицей. Хрустящий тако с говядиной. Тако. Хрустящий тако с говядиной. Это вот это. Мексиканский ролл. Мексиканский ролл это вот это. Крис. А вот это что такие за соусы? Слушайте, я прям уже аж это слюной захлебываюсь. Это паста из свежего авокадо, наверное. Вот паста из свежего авокадо. Красные бобы. Красные бобы. А это халапеньо. Чё это? Халапеньо. Халапеньо. Знаешь, что? Халапеньо. Халапеньо. Ну, в общем, надо вот это попробовать, чтобы описать вам вкус. Давайте пробовать. Оно смешилось с этим халапеньо, поэтому... Ой, теплое такое. Ну, кстати, принесли довольно-таки быстро. Заказали через 10 минут принесли. А Кзану еще не принесли. Сама лепешка вкусная? А, бобы. Ощущаются бобы. Это мое. Спасибо. Это как называется? Глубая лагуна? Как говорил один мой знакомый, это Тасо. Нет, это знаете что? Брю Курасау и, по-моему, ром там было. Ну, да, что-то алкогольное. Я тоже хотела взять, почти забыла, что... Ммм, и кокосовый, и кокосовый сироп там еще добавлен. Почти забыла. Это безумно вкусно. Но я просто не поняла вкуса этого халапеньо. Что это такое? Сейчас хочу попробовать без чего-либо. В общем, там... Я даже не помню, что там такое. Даже, понимаете, на вкус не могу определить. Это что-то бобовое. Что-то бобовое, фасолевое, или что-то такое. Ммм... А вот паста с аллокадом мне очень нравится. В общем, ну, вот такой вот здесь, видите, мексиканский ужин, от которого у меня уже очень текут флюнки. Еще больше флюнки текут вот от этого коктейля очень вкусного. Знаете, он очень напоминает пиноколаду. Но в пиноколаде обычно очень часто сворачиваются сливки такие-то там, да, или сливки. А почему-то нравится, что-то обманули нас, потому что вот здесь очень вкусно. Помнишь, мы заказывали вот этот апельсин в Ялте? А кто-то в Ялте был? А Оксана глотает слюнки. Не, я не глотаю. Я тоже хотела коктейль-то заказать, и прям позабыла себе. И такая только рот. А мне Лена говорит, ты забыла, что ты на машине? Машина у нас стоит на станции Узья-Крюково. Да. Там мы оставили машину и поехали сюда на электричке. И я такая, м-м-м-м. И будешь пить кофе? Да не буду я кофе, не стала. Вообще, разозлилась, ничего не буду. Оксана обиделась, что она опять как всегда за рулем. Не, на самом деле мне нет ручки запивать. Я сначала кушаю, через полчаса крюльки. В общем, кафе для молодежи посоветую. Зачем мне? Для фотографий посоветую. Ну, если вот чисто как в плане, допустим, ресторана какого-то посидеть, насладиться атмосферой, то бы немножко не вреда. На метро и домой. Мне понравилось. Ну, мне как понравилось. Допустим, конечно, в Турции, допустим, рестораны, они гораздо больше. То есть здесь вот обеих ужин вот этот вот обошелся мне. Ну, тоже, в принципе, не настолько дорого, да, то есть тысяча там, сколько, тысяча 50, наверное, сейчас было. Но я не могу сказать, что я от этой еды получила какое-то удовольствие, удовлетворение. То есть, как бы, ну, она еда, она, в принципе, неплохая, но... Ну, даже я бы не могла сказать, что она там, она невкусная какая-то, да. Нет, она не мексиканская. Здесь не мексиканская, не острая, то есть мексиканская должна быть острая. Но я не то, что там... Я, конечно, разумеется, я наелась, однозначно, я наелась. Но я все время сидела и посматривала на Оксанин бургер, да. Это же, опять же, такие привычки. То есть, допустим, кому-то бы очень понравился авокадо, да. Мне показалось, что он, вот, вообще, ну, как вот, есть вкусный, там, вообще вкуса никакого нет. Но по мне, я же у тебя попробую, он не только тебе, это вообще вкусно. Да, ну, а кто-то любит такой вкус, понимаешь, это же вопрос вкуса. Здесь нельзя, как бы, спорить на эту тему. Это просто вопрос вкуса. Я не знаю, почему. Антураж интересный, но я бы пошла в более какой-то классический ресторан с большим удовольствием. Или вот в ту кондитерскую, которую мы сейчас прошли мимо, мне показалось там более милый и уютный какой-то, вот, был момент, чем здесь. Ну, а ради ознакомительной цели, Оксана сейчас скажет, сколько у тебя счет? У меня 390, ты же знаешь, у Аттали 390. А у меня 680 и 390. Ну, 7,3 и 390. У меня 490. В общем, это заключение, что хочу сказать. В заключении, что обсужили нас очень быстро, оперативно, счет принесли быстро. Возможно, я выбрала не те блюда, которые бы стоило, но вот чисто в плане того, что как выглядит это место, выглядит оно очень необычно, и посетить его можно было бы. Смотрите, какой телефон интересный. Так, ладно, выходим из этого замечательного ресторанчика. Тураж у него, конечно, симпатичный. Внешний вид хороший. И вообще мне очень нравится, что здесь, видите, такие маленькие ловчонки. Вот, видите, пироговая лавка. Там пирожки продают, хинкальные, там хинкали. В общем, в центре довольно-таки много вот таких вот мест, где можно с интересом посидеть. А здесь, кстати, когда еще тепло на улице, можно посидеть на улице. Видите, такой столик. Можете посидеть, попить чего-нибудь вкусненького. Ну, как-то ресторан, ресторан, если ты ресторан, хочется прийти, посидеть. Вот я кавказскую пленницу воюю, там с каким-то статем, что-то такое. Мы готовы еще туда лететь, опять, понимаешь? Да. А здесь, здесь чисто ради вот, ну, перекуса такого, быстрого перекуса, ну, причем он не быстрый же, в принципе, получается. Здесь же по меню, здесь же ты не сам берешь. В общем, нам нужен с тобой, я поняла, какой-нибудь хороший ресторан. О, кстати, кто живет в Москве и кто знает какой-нибудь такой... С не очень дорогими ценами, обязательно. Нет, какой-нибудь такой оригинальный ресторанчик, который можно было бы с удовольствием сходить самому и людям показать, в том числе, потому что у нас довольно-таки много все-таки людей, которые планируют поехать в город. и не знают, допустим, куда им сходить, так же, как и мы. И мы бы сделали такую рубрику, допустим, раз в неделю идем в ресторан вместе с вами. Один делает прямой эфир в ресторане. Нет, ребята, она загнула, она же на неделю. Вы скажите спасибо, если раз в месяц будет такая рубрика. Раз в месяц? А то она сказала раз в неделю. Давай два раза в месяц. Нет, ну, в общем, давай так, в зависимости от того, сколько будет предложений по ресторанам. Если ресторанов будет слишком много, то будем ходить чаще. Интересно. А финансы? Если кто-то знает. Финансы. Ну, а финансы, если рестораны будут интересные рубрика, то будут и финансы, соответственно. Ну, а мы движемся домой. Впереди у нас, да, метро. Метро, кстати, отсюда, от Беверли-Хиллс, метров четыреста, наверное, будет. Пятьсот или четыреста. В общем, вон она уже, видите. Фу, наконец-то я дома. В общем, по-быстрому погуляли, походили, посмотрели. Ну, как по-быстрому, не по-быстрому. В любом случае, любая поездка в Москву не менее пяти часов. Ваня, Ось, иди сюда. Иду. Ваня все играет с Дашей. Расскажи, пожалуйста, у тебя спрашивают зрители, говорят, почему Ваню с собой не взяли? Я не хочу так долго ехать дороги. Почему ты не хочешь ехать дороги? Потому что это долго и мучительно. Долго и мучительно. И жарко, да? Почему жарко? Холодо. Ну, жарко. В электричке-то жарко. Да. У нас, кстати, везде... В любой магазин вы зайдете, в электричку, в метро, где угодно, везде жарко. А на улице холодно. Почему у нас так везде сильно топят, непонятно. Причем абсолютно обратная ситуация бывает, когда, допустим, зима и минус 20, и абсолютно холодные электрички. То есть здесь как-то нету какой-то золотой середины. Ну, а на сегодня это, в принципе, все, что я хотела вам показать. Как всегда, всем добра, удачи, позитива. И обязательно увидимся с вами вновь. И хорошего настроения. Пока-пока. Пока-пока. А, Ваня, расскажи, ты завтра с другом-то встречаешься со своим? Нет, на следующей неделе. Перенесли, да? Потому что они завтра, в понедельник, будут на день рождения. Нет, они готовы ехать к нам. Мы тебе звоним. А вот сюда они нет. На следующей неделе. Ну, это отговорка уж. Я говорю, давайте четвертого понеделя. Нет, они на день рождения будут. Боятся к нам в гости.